МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он пытался провести параллель между трагическими событиями в Беслане 20 лет назад и нынешней операцией ВСУ в Курской области. Смогут ли эксперты МАГАТЭ назвать причину недавнего пожара на оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции? Очередная посредническая миссия Антони Блинкина на Ближнем Востоке пока не приносит ощутимых результатов. Также сегодня. Я, как ваш избиратель и источник власти в стране, отправляю вас на фронт. Мы вам доверяем защиты границ нашей страны. Наши дети стараются, но у вас получится лучше. Матери воюющих солдат-срочников российской армии призывают госчиновников и депутатов отправиться на фронт вместо их сыновей. На фоне продолжающихся боев в Курской области России Владимир Путин, посетивший с двухдневным визитом Баку, вчера на обратном пути за один день объехал сразу три республики Северного Кавказа. Наибольшее внимание привлекла его поездка в Беслан, где 20 лет назад при захвате, а потом штурме школы номер один, погибли почти 350 человек, среди них почти 200 детей. Напомню, что школа в Беслане была захвачена 1 сентября 2004 года, так что Путин приехал в этот город за 10 дней до годовщины трагических событий. Он возложил цветы к мемориалу погибшим, встав при этом на колени, а потом встретился с тремя женщинами, чьи дети погибли при теракте 20 лет назад. По какому принципу их отбирали, неизвестно. Обращаясь к матерям погибших детей, Путин пытался увязать события 20-летней давности с нынешними событиями, в том числе в Курской области, заговорив, как водится, о террористах, спонсируемых извне, цель которых — расшатать Россию. Что касается противников и врагов наших актеров, я вспоминал, то они продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну. Это очевидно. И так как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе, в Новороссии. Но так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении. В борьбе с неонацизами. Для вас, для ваших семей, для тех, кто потерял самое дорогое, что есть у человека — дети. Это будет рано и кровоточащий всю жизнь. Называя число погибших при теракте в Беслане детей, Путин сказал, что их было 136. Хотя даже по официальным данным в сентябре 2004 года в Беслане погибли 186 детей. Но это, разумеется, можно списать на оговорку. Но если Путин искренен, говоря о таком страшном горе, как гибель детей, то стоит напомнить ему, что в Украине за время полномасштабной российской агрессии погибли уже почти 550 детей и полторы тысячи получили ранения. Сегодня в больнице в Запорожье скончался 15-летний подросток. Он получил смертельные ранения при попадании снаряда в детское кафе. Через 15 минут после времени этого обстрела рядом должна была начаться футбольная тренировка, и жертв могло быть гораздо больше. И еще один вопрос, насколько уместна параллель между Бесланом и Курском, проведенная Путиным, которого сейчас многие упрекают в молчании по поводу операции ВСУ в Курской области и по поводу отказа Кремля официально объявить войну Украине. Вот как на этот вопрос отвечает политолог Александр Морозов. Параллель совершенно невозможна, и она является ложной. Конечно, это не смущает Путина, разумеется, но тем не менее ясно, что вторжение на российскую территорию в Курской области в соответствии с доктриной национальной безопасности войск другой страны – это одно событие, а борьба с повстанцами на своей собственной территории – это совершенно другое событие. Но, тем не менее, поездкой в Беслан Путин явно и прямо дает понять всей российской бюрократии, что события в Курске будут теперь долгими, поскольку контртеррористическая операция, на которую теперь ссылается Путин, она продолжалась 10 лет и 8 лет только в его правлении, то есть она была на Кавказе завершена в 2008 году окончательно, начавшись еще при Борисе Ельцине. То есть это 10 лет. Таким образом, Путин дает понять, что это долго будет в Курской области, что надо к этому относиться как к такой технической задаче. Это то, что он хочет показывать. И видно хорошо по его интерпретациям, что двойственность сохраняется, потому что, с одной стороны, мы видим хорошо, что российские медиа называют ВСУ, то есть Вооруженные силы Украины, в качестве своего противника, то есть армию государства, а с другой стороны, Путин говорит террористы, ну, там, так сказать, сравнивая с прошлым. Но, конечно, эта двойственность, она бросается в глаза, и она является некоторой патологией. Видно, что Владимир Путин не может интерпретировать это как войну, хотя много было голосов в первые дни со стороны Z-авторов, ультрапатриотических кругов, о необходимости объявить Украине войну со всеми международными правовыми последствиями. На что Путин не идет, и тем самым, как бы, он не может пойти и на те меры, которые вытекают из объявления войны. Это было мнение политолога Александра Морозова, фрагмент программы «Радио Свобода» лицом к событию. Эксперты Международного агентства по ядерной энергии так пока и не назвали причину недавнего пожара на оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции. Российская сторона утверждает, что ЗАЭС была атакована украинским боевым дроном и даже продемонстрировали видео, на котором этот дрон якобы виден. Украинская сторона считает, что пожар был устроен россиянами, чтобы мир подумал, что Киев не волнует ядерная безопасность. Украинский эксперт по ядерной безопасности Ольга Кошерная, с которой побеседовал мой коллега Марк Крутов, напоминает, что Россия уже давно нарушает базовые правила безопасности на ЗАЭС, превратила ее в укрепленный район. Версию о дроне Ольга Кошерная считает совершенно несостоятельной. Отсутствие четкой позиции экспертов МАГАТЭ объясняет тем, что если бы эта позиция была, Россия немедленно бы выгнала этих экспертов с ЗАЭС. Ольга Кошерная также резко критикует и тех в Украине, кто заявляет, что целью операции ВСУ в Курской области является захват Курской атомной электростанции с тем, чтобы потом обменять ее на Запорожскую. Вот аргументы Ольги Кошерной. Россия нарушила все нормы Международной конвенции в сфере ядерной революционной безопасности, протокол статью 56 протокола 1 к Женевским конвенциям, что нельзя вести военные действия около атомных станций Платин. Вы же помните, что 4 марта был обстрел из тяжелого вооружения, с пожаром на дизель-генераторы на первом блоке, разрушением учебного центра и так далее. Россия ничего этого не соблюдала. Дальше. Они без оценки влияния на безопасность ядерную и радиационную насверлили там 11, после подрыва Коковской плотины, 11 скважин. И это тоже без оценки, как это повлияет на реакторы, на геологическое состояние площадки. Нельзя такого делать, изменять проект без вот таких оценок верифицированных, чтобы это национальный регулятор рассчитал там программы, анализировал состояние площадки геологическое. Потому что сейчас они выкачивают воду, это степная зона, осадков очень мало. И воды они выкачивают для пополнения охлаждения реактора в холодном останове больше, чем она пополняется подземной водой через осадки. Это чем грозит? Это влияет на фундамент. А реакторы, для того, чтобы они работали, там строгая вертикальность должна быть, потому что есть такие стержни, которые регулируют цепную реакцию, а не вертикальные. И если какой-то угол там образуется, они уже не будут регулировать, они застревать там тупо будут. Это все сделано. Дальше они стали строить фактикуляционные сооружения не только вокруг фруда охладителя, на берегу Каховского моря, а на самой станции. И есть доказательства, и видео, и фото. Сетку натянули над сухим хранилищем отработавшего топлива, что изменяет воздухообмен. И это влияет на снятие избыточной тепла там, в этих контейнерах. То есть они нарушили все. Что касается вот этих пожаров, пожаров на градирне, у меня есть, вы же понимаете, что свой источник. Во-первых, на Заропорожской станции, в том числе, крышах реакторных отделений. То есть везде очень мощные рыбы. И наши военные говорят, что ну невозможно, понимаете, все так гасится. И невозможно дважды, как сказал Лихачев, попасть в одну градирню, прям в срединку. Тем более, что МАГАТЭ не нашло никаких этих. Их же не пускали на эту отметку 10 метров, где каплю уловителя. А там, в принципе, вообще жить можно, как говорят атомщики. Там плоскость есть, где генераторы. Как этот пожар, то есть он был спровоцирован. Там запасы топлива были, точно. И я имею информацию от людей из гидроцеха Запорожской, что они хотели от постоянной линии провести на эту градирню, но те засопротивлялись и не дали. И поэтому они вынуждены были использовать этот генератор. Второе. Вот этот дрон, который Россия запустила, люди, которые там в Энергодаре, пишут, он летел со стороны профилактория. Дрон маленький, заряд там маленький. Как вот эта дроновая атака в апреле была устроена Россией, где МакКинзи и военные эксперты проанализировали по просьбе Гринписа Центральноевропейского, что вот эти мавики такие свадебные и следы, которые были на станции, но это же видно, что у нас другие дроны сейчас, которые бомбят нефтебазы. Они вдруг вспомнили про международное право, про эти все нормы, про семь принципов, которые Гросси, потом пять конкретных принципов, касающихся не устава уже МАГАТЭ о БСЕ, которые Гросси с какого-то перепугу сформулировал 30 мая 23-го года, и все она нарушает Россию, и военная база есть там, и обстреливает она оттуда, и об этом даже пишут, что вот обстрел эксперты МАГАТЭ с этого года вдруг начали различать выходы и прилеты, и различать артиллерия, это ствольная, или ракетно-зенитная установка, хотя Никополь обстреливается с августа 22-го года, и только в этом году МАГАТЭ, но они никогда не признают виноватой России, потому что Россия в нотах начала с прошлого года писать, вот как раз после подрыва Кокосской плотины, писать, по приглашению российской стороны миссия МАГАТЭ любезно, значит, прибывает. Не будет миссия МАГАТЭ и Гросси говорить, кто виноват, потому что тогда они не будут ни дня на этой станции. А нам, Украине, выгодно, чтобы они там были. Они ничего не влияют ни на техническую политику, но они наблюдатели, которым больше верит международное сообщество, чем нам или России, потому что мы обвиняем друг друга. Да, и что касается вот этих всех теорий, которые сейчас понеслась из-за наших идиотов, политтехнологов украинских, и что цель военной операции – захват Курской АЭС и обмен на Запорожье. Я так не считаю. Логично рассуждаю. Во-первых, мы демонстрируем, что мы придерживаемся международных обязательств. Например, обращение с военнопленными. Обратите внимание, какими наши возвращаются, украинцы, из плена российского, и какие откормленные морды возвращаются в Россию. Курская операция. И если мы имеем целью захват Курской АЭС, это была украинский эксперт по ядерной безопасности Ольга Кошерная. Интервью с ней записал мой коллега Марк Крутов. И вновь вернусь к теме положения гражданского населения в Курской области и использования солдат срочной службы российской армии в боевых действиях там. Вот как Роман Костенко, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности Верховной Рады Украины, описывает отличие действий украинской армии в России от российской в Украине, характеризует ситуацию на фронте в Курской области и объясняет массовую сдачу в плен срочников. Если говорить о разнице действий, я думаю, что Россия не действует так же, как на Украине полным образом, когда она стирает с лица земли просто все города, которые попадаются на ее пути, потому что у нее нет еще таких возможностей. На направлении Курска нет таких резервов. А то, что она сейчас использует авиацию в полной силе и ту артиллерию, которая может и бьет туда, где, по ее данным, могут находиться наши войска, то это факт. В этом одинаково. Они бьют куда попало. Я думаю, что если они будут продвигаться, пытаться освобождать Курскую область, то это будет выглядеть точно так же, как и на Украине. Ничего живого там не останется. наступление основных войск. Это Глушковский район, по-моему, если я не ошибаюсь. Там не одно место, где они могут упасть в котел. Во-первых, когда мы говорим про Срочникова, они уже были в котле. Там три опорных пункта, где сотни пленных у нас было. И еще продолжают сдаваться. Там уже не такими массами, но еще там они где-то гуляют по лесам, потому что резко был заход наших войск, и просто они не успели даже отступить. То есть у них есть линия обороны. Они там построили своих, кстати, неплохо построили блиндажи. После того, как нами был нанесен удар по ним, наши войска прошли эти линии обороны, взяли их в окружение. И, в принципе, таких боевых действий, как в нашем представлении, их не было. Были нанесены удары артиллерии, еще чем-то по этим блиндажам. Они хорошо укрыты, они хорошо удерживаются. И после этого практически, скажем так, если брать 90% случаев, сдались без боя. Возможно, какие-то там сопротивления одиночные или там отдельных маленьких подразделений были, но они, в принципе, никакого особо не сыграли. Это был Роман Костенко, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности Верховной Рады Украины. Фрагментовое интервью телеканалу «Настоящее время». Я вчера цитировал обращение директора фабрики надгробных памятников в Петербурге, который, одевшись в военный камуфляж, призывал российских мужчин идти воевать на фронт. Сегодня утром, просматривая ленты социальных сетей, я увидел еще одно видео, на нем женщина также призывала мужчин идти на фронт. Потом об этом же заговорила другая женщина, потом третья и четвертая. Прислушавшись, я понял, что это было опубликованное в социальных сетях обращение матерей, солдат-срочников российской армии, к чиновникам и депутатам. Это обращение стоит того, чтобы его послушать полностью. Я, как мать и патриот, даю свое согласие и благословение. Депутаты, вы справитесь. Чиновники и сыновья, настал ваш час защиты Родины. Мы вас верим, вы сможете. Вы же настоящие мужики. Пора не только кнопочки нажимать, но и взять в руки настоящее оружие для защиты народа. Я, как ваш избиратель и источник власти в стране, отправляю вас на фронт. Мы вам доверяем защиты границ нашей страны. Наши дети стараются, но у вас получится лучше. Страна подождет вас. Вы вернетесь с победой, мы верим. Вы, главное, молитесь, как и показываете в рекламе. И мы вас будем помнить или поминать. А наших детей верните домой целыми и невредимыми. Их и так достаточно полегло. В стране мужчин осталось мало. Вот депутаты на вас вся теперь надежда. Депутатов, чиновников и детей на фронт. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 21 августа. Тема выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский». Как я тоже упоминал вчера, государственный секретарь США Энтони Блинкин находится уже с девятым после трагических событий в Израиле 7 октября прошлого года визитом на Ближнем Востоке. Вчера после Израиля Блинкин посетил Египет и Катар. Он пытался добиться заключения промежуточного соглашения о прекращении огня. В секторе Газы и об освобождении израильских заложников в обмен на освобождение части палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. О результатах вчерашних переговоров рассказывает корреспондент «Голоса Америки» Андрей Деркач. Госсекретарь Госсекретарь Антони Блинкин находится с визитом в Египте и Катаре, где продолжает убеждать страны Ближнего Востока в необходимости срочного заключения переходного соглашения между Израилем и Хамасом, прекращения огня в Газе и освобождения израильских заложников. Но стороны пока никак не могут прийти к общему знаменателю. И вот в новом документе содержится дополнение, которое просила учесть израильская сторона, когда в июле отказалась от варианта, устраивающего Хамас. Премьер-министр Нетаньяху подтвердил, что в новом варианте договор Израиль устраивает. Тем не менее, Блинкин подчеркнул, что работа еще не завершена. У нас есть еще сложные вопросы. И чтобы их решить, лидерам придется сделать трудные шаги. В конечном счете все сводится к этому. Но вместе с тем во всем регионе есть понимание, что сделать это нужно срочно, что необходимо довести начатое до финишной черты как можно скорее. Соединенные Штаты глубоко привержены выполнению этой задачи. Блинкин также отметил, что если Хамас примет предложение, то переговорщики проведут в ближайшие дни работая над пунктами реализации соглашения. Кроме того, госсекретарь добавил, что все еще есть сложные вопросы, требующие жестких решений лидеров. Представители Хамас пока скептически высказываются о предлагаемых им условиях. Сегодня источники новостного издания Аль-Арабии Аль-Джадзид сообщили, что добавленные пункты соглашения группировку полностью не устраивают. В частности, пункты, касающиеся количества палестинцев, которые будут освобождены из израильских тюрем в обмен на заложников, находящихся в Газе. Также группировка требует отказа Израиля от контроля филадельфийского коридора и нецаримского коридора в обмен на согласие растянуть на более долгий срок вывод израильских войск из септора Газа. Президент Байден на съезде демократической партии также отметил, что Хамас идет на попятную, но в самой группировке с такой формулировкой не согласились. Последние новости оптимизма относительно заключения соглашения не добавляют. Израильским военным удалось обнаружить в тоннеле на юге сектора Газа тела еще шести израильских заложников. Кроме того, израильские ВВС нанесли ракетный удар по школе в западной части Газы, где, по их заявлению, скрывались боевики Хамас. Да и сами заявления Нетаньяху, даже после встречи с Блинкином, не демонстрировали желание идти на серьезные уступки. Уничтожить Хамас и добиться победы. Мы приближаемся к этому шаг за шагом. Мы сорвали планы Дейфа и других командиров Хамас. Мы захватили Филадельфийский коридор, контрольно-пропускной пункт Трофах. Всеми силами мы разрушаем режим Хамас и ликвидируем его военный потенциал. И этот процесс не останавливается. Таким образом, переговоры, если и не зашли в тупик, то проходят во всеусложняющихся условиях, несмотря на все усилия американской администрации. Сообщение корреспондента «Голоса Америки» Андрея Деркача. Ну, а в Чикаго в разгаре съезд демократической партии США, на котором вице-президент Камала Харрис будет окончательно утверждена кандидатом от демократов на президентских выборах в ноябре. Гвоздем программы вторника на съезде было выступление бывшего президента Барака Обамы и его жены Мишель, которая, кстати, у американцев пользуется огромной популярностью и которую даже призывали баллотироваться в президенты вслед за мужем. Но она отказалась. Супруги Обама показали себя отличными ораторами, а самой цитируемой стала фраза Мишель Обамы, которая, как говорится, прошлась по недавнему заявлению республиканца Дональда Трампа, сказавшего, что приезжающие в США иммигранты занимают черные рабочие места. Ну, Трамп употребил словосочетание Black Job, это можно интерпретировать и как рабочие места для темнокожих, или как низкооплачиваемая, неквалифицированная работа, есть и другие интерпретации. И вот, что сказала Мишель Обама, вспомнив, как Дональд Трамп резко критиковал и ее мужа, и ее саму, и намекнув, что место президента США вскоре может занять темнокожая Камала Харрис. Годами Дональд Трамп делал все, что в его силах, чтобы заставить людей бояться нас. Его ограниченный и узкий взгляд на мир заставил его почувствовать угрозу в самом факте существования двух трудолюбивых высокообразованных успешных людей, которые к тому же оказались черными. Кто скажет ему, что работа, которую он сейчас пытается получить, тоже может быть одним из таких рабочих мест для темнокожих. Заявление Мишель Обама на съезде Демократической партии США в Чикаго. Ну и последняя сегодня тема исполнилась 90 лет со дня рождения чувашского поэта Геннадия Айги. Читая стихи раннего Айги вместе с поэтом открываешь для себя заново русский язык, его физиологию, его змеящееся дипричастие, его шуршащие суффиксы. Смысл поэзии Айги это борение чувашского слуха и зрение с русской просодией. Его стихи это два обнаженных борца, чьи тела переплелись и срослись. Так написал о творчестве Геннадия Айги мой коллега Игорь Померанцев. В его радиоархиве есть записи, на которых Геннадий Айги читает свои стихи и одну из этих записей я и закончу сегодняшний выпуск. Шаманство и магия звука тема особая. Русского поэта, внука чувашского шамана Геннадия Айги я спросил о родословной его стихов. Слышит ли он голос гул крови шаманской крови? Вдет в том, что чувашская языческая религия, ну чуваши христиане давно. У нас два района, почти три региона неокрещенных, например, и вообще чувашское язычество до сих пор дает себе знать, но в отличие, ну скажем, вот этих сибирских, ханты-мансийских и так далее, шаманизм строгом смысле слова нельзя назвать. Шаманизм одна из сторон. Главное чувашской религии это коллективное жертвоприношение, все-таки жрет скорее, чем шаманов в том классическом понимании. Вот так. Что касается моего деда, вначале я это не очень передавал значение этому, но в юношестве старшая сестра, матерь, и вообще деревня считалась просто колдуньей. Вот то, что называют свободную стиху, верлиберами и так далее, для меня она с детства совершенно естественное звучание, потому что чувашские заклинания, молитвы георгические, они до сих пор бытуют, и я их с детства очень много слышал, они очень, как бы сказать, по форме вполне как свободной стихии. Вот. Ну, какие-то особые методы шаманических воздействий словесных, они мне известны, это функция внушения зубозаговаривания, скажем так, только тут вместо зуба часто бывает психика, душа, и так называемая темная в кавычках сушность семестат, но это можно найти в моих стихах. Геннадий, а вы бы обиделись, если бы вам сказали, что ваши стихи шаманские? Нет, шаманические встречаются до сих пор у разных культур. Геннадий, вы бы не могли прочесть стихи, которые можно было бы назвать шаманскими, стихи, в которых отчетливо слышна магия звука? Утро в детстве, а? Колебало, а? впервые просто, чисто, и озаряло без себя, и узко, одиноко, и выявлялась полевая, проста русалочка, и лилием была, как слог второй была, на хруст мороза, с поверхности блестящей, мокрой, царапинки, заговорю, царапинки, мороза, и на руке впервые след пореза, а этот плач, средь трав, я Богу отдан заново, а низший брат, мой ангел под зарей, уже тогда задумали, чтоб объяснил, и чтоб ушел, и чтоб осталось, это суть царапинки, заговорю, царапинки. Это был информационный дайджест «Время свободы», его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова